Здравствуйте! Прогноз погоды на Хабар 24. О метеоявлениях в ближайшие сутки расскажу вам я, Галина Гаджук. О завершении выпуска вы узнаете, какое еще государство поддержало Парижское соглашение по климату, но прежде о синоптической ситуации в стране на 28 октября. Подводя промежуточные итоги, можно сказать, что месяц выдался довольно противоречивым. Где-то еще аномально тепло, а где-то уже чувствуется приближение зимы. Например, в субботу север Казахстана пересечет холодная фронтальная система. Она будет сопровождаться грядой плотных облаков и вторжением полярного воздуха. В Кокшетау небольшие осадки в виде снежной крупы стали регулярным явлением. В этот день город заметет, температура понизится до плюс двух. В Костанай один градус выше нуля, временами снег. В Петропавловске аналогичные значения. Ожидается формирование неустойчивого снежного покрова, а на дорогах станет скользко. Будьте осторожны. А вот метеокартина запада страны выглядит привлекательнее. Здесь, по периферии Барического максимума, скользнет теплый атмосферный фронт. Он отметится уплотнением облачности, небольшими очаговыми осадками и ростом температурного фона. В Октубе пройдет слабый снег, а дневные показатели в пределах 1-3 градусов выше нуля. В Уральске установится ветреная, с осадками погода. Термометры покажут плюс 8. В Атырау небесной влаги прольется немного, воздух прогреется до 12 тепла. В Актау, Ренессанс осени, температура стабильно повышается. Плюс 17 будет уже в эту субботу. Некоторые граждане Казахстана с удовольствием вымигрировали на юг республики, потому что в регионе по-прежнему благоприятная обстановка. Здесь показания барометров станут падать, но до существенных осадков дело вряд ли дойдет. А среднесуточные значения благодаря южным ветрам ощутимо повысятся. В Казаларде ясный солнечный день. Днем термометры покажут плюс 15. В Шимкенте климатическая аномалия 22 тепла. В Таразе на 1 градус прохладнее, дождей не прогнозируется. В Талдыкургане зима откладывается, температура опять станет устойчиво плюсовой. Днем воздух прогреется до 18 выше нуля. На востоке государства погода обусловится теплым сектором циклона, из-за чего небо будет хмуриться и кое-где брызнут небольшие дожди. В Усть-Каменогорске ветер заштилил, но солнце осталось под плотным слоем облачности. В течение дня возможны осадки, температура составит 12 градусов выше нуля. Семей также обещают влажный и пасмурный сценарий. Значение термометров на отметке плюс 13. В Павлодаре заметно похолодает. Воздух остынет до 6 тепла. Дожди гарантированы. На большей части центральных областей будет господствовать солнечный и тихий антициклон. Только по северу, в зоне холодного фронтального раздела, местами прольется скоротечный дождь. В Жасказгане метеорологические условия сложными не назовешь. Днем сухо и безветрено плюс 7. В Караганде из-за ночных заморозков на дорогах все еще наблюдаются гололедные явления. Ситуацию может и сугубить дневной дождь, однако температура в пределах сезонной нормы 3,5 выше нуля. В Алматы без существенных изменений. Днем облачно с прояснениями, без осадков. 19 тепла. Ночью плюс 9. Атмосферное давление повысится до 692 мм ртутного столба. В Астане ожидается небольшой дождь. Ночью уже плюс 1. Днем столбики термометров покажут 4 градуса выше нуля. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Солнечная активность умеренная. Геомагнитное поле неустойчивое. Не устояло от подписания Парижского соглашения по климату государство Никарагуа. На прошлой неделе президент республики Даниэль Ортега объявил о своем решении присоединиться к сделке. Он согласился с тем, что все державы должны остановить процесс, ведущий к разрушению планеты. Теперь единственными странами, не поддержавшими этот пакт, являются США и Сирия. Это была метеорологическая служба телеканала Хабар-24. Хорошей погоды!